Уполномоченная президента России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Еще одна претендентка на место на скамье подсудимых в Гааге. Кто она? Кукольная блондинка в скромных платьях в пол. Многодетная мать, жена священника и показательный борец за достойную жизнь детей в российских интернатах. Как это? Богомольная россиянка в народном платочке оказалась в компании диктатора и заработала свой ордер на арест от Международного криминального суда. Мария Львова-Белова – девочка из бедной многодетной семьи из Пензы. Известно, что ее отец – музыкант, и именно с его подачи дочь стала музыкантом, а вся семья подалась в церковь. Папа был совершенно некрещенным человеком, атеистом. Мама так стихаря бегала в храм. И как-то папа у меня музыкант, и он приехал, учился в Гнесинке здесь. И приехал, и один его педагог, который прошел буквально все сферы жизни, начиная от гомосексуализма, наркотиков, всего-всего-всего. И он ему начал рассказывать про то, что я все попробовал, но истина здесь. И для него стал таким авторитетом, после общения, с которым он приехал домой, сказал, что я хочу креститься, я хочу венчаться. Так, по словам Львова-Белова, с 10 лет она стала активной прихожанкой. И с детства мечтала стать матушкой. Я как-то уже с 16 лет водила дружбу с семинаристами, приглядывая, кто же из них может стать моим мужем. Но в 19 лет Мария Львова-Белова познакомилась в церкви с технарем-программистом Павлом Кагельманом. Вышла замуж и родила первого ребенка. Именно в тот период активная домохозяйка стала на благотворительную дорожку в Пензенской области. Вместе со своей знакомой Анной Кузнецовой, которую через десяток лет Львова-Белова сменит на должности омбудсмена, они начинают помогать местным детдомам. Организовывают первый благотворительный фонд «Благовест». Мария Львова-Белова стала матерью пятикровным и четырем приемным детям. Еще над 13-ю оформила опеку. Интересно, что заботясь о такой огромной семье, она активно продвигалась по карьерной лестнице. То трудилась в общественной палате Пензенской области, то становилась сопредседателем регионального отделения общероссийского движения «Народный фронт за Россию». Параллельно ввела масштабные социальные проекты, презентовала их первым лицам государства. А в 2019-м, когда ее муж из программиста пошел в священники, Львова-Белова отправилась в политику и с мандатом «Единой России» вошла в городскую думу. Но по неозвученным причинам от мандата отказалась. Мой мандат иной. Я долго думала, как сказать и написать. И понимаю, что многие могут от меня после этого отвернуться. Человек предполагает, а Бог располагает. Так случилось, что пройдя всю предвыборную кампанию и рассчитывая, и желая быть в Думе, по целому ряду обстоятельств я была вынуждена отказаться. С того времени Львова-Белова – жена священника, правда, с партийным билетом «Единой России». Она продолжала заниматься благотворительностью, от президентской партии работала над гражданским обществом и победила в конкурсе «Лидеры России-2020». Свои проекты презентовала самому Путину и позже стала сенатором. Для россиян Львова-Белова – государственная благотворительница, которой подвластна реализация самых смелых проектов. В интервью она часто говорит «моя команда», но кто это – отвечает туманно. У нас такое количество людей, которые с нами в команде. У нас там есть и церковь, и отдел по благотворительности, синодальный отдел при патриархии. У нас есть благотворители, серьезные крупные компании, которые дают денег. У нас есть бандиты, которые совершенно невероятным образом приходят и начинают вдруг помогать. То есть, в общем, у нас это настолько разнообразный контингент. У нас есть поддержка государства. И, как ни странно, часто там вот, ну, кто к нам приезжает, говорят про то, что ну, как вот вы с государством выстроили взаимоотношения. А я говорю, они понимают, что это работает. Но белокурая матушка с голубыми глазами совсем не ангел, хоть и вела активную деятельность под протекцией РПЦ. А за свою доброту, как утверждали местные издания, требовала вполне реальные откаты. В первый год пребывания в доме Вероники, Эльмир Валиев, безработный инвалид-колясочник, оформил кредит на сумму около одного миллиона рублей без поручителей. Когда Эльмир умер в 6-й клинической больнице Пензы из-за дважды пропущенного диализа, то выяснилось, что на нем висит кредит в 800 тысяч рублей. Когда начались вопросы, то другие воспитанники сказали, что кредиты оформлены и на них. Мол, Львова Белова говорила, что они живут у нее на полном пансионе, а нужно оплачивать диализ и другие процедуры. На это нужно взять кредит и выплачивать его из пенсий по инвалидности. Истинное предназначение богоугодной матушки проявилось уже после полномасштабного вторжения России в Украину. Под прикрытием спасения детей Донбасса новоназначенный омбудсмен по полной отрабатывала политику геноцида. Мария Львова Белова активно способствовала депортации украинских детей и их принудительному расселению в российские семьи. Немало уполномоченная по правам детей приложила усилия и к тому, чтобы перевоспитать молодежь в патриотических традициях новой навязанной Родины.